Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro. Игра на АФК-Арена. И этот выпуск посвящен основным, самым эффективным героям небес и бездны. В рамках этого выпуска вы узнаете, кого из этих персонажей стоит прокачать в первую очередь и до какого уровня возвышения. А также почему тот или иной герой является очень интересным с точки зрения игры и развития в различных игровых комбинациях. Итак, начнем, пожалуй, с того, что герои... Давайте портретики нажмем, да? ...бездны и небес являются уникальными персонажами, которых можно прокачивать очень долго и очень дорого. Вот так вот. Это основная проблема этих героев. То, что они выпадают крайне редко, поставить их в список желания мы не можем, да, в таверне. Они лишь изредка выпадают в этой самой таверне, правда, иногда бывают в камнях. Вы узнаете, как их лучше, легче собрать, что ли. На что стоит обратить внимание. Итак, фракция небожителей, да, представлена у нас 13 персонажами на данный момент. Стоит выделить здесь двух основных героев. Те, которые, ну, по-любому должны быть на каждом аккаунте. Это Альна и это Близнецы. Среди прочих героев можно также выделить Аталью. Вот Толену, причем два варианта Толены. Старую, Толену новую. Ну и также можно еще взять, было бы, Укуна. Правда, в последнее время еще появился такой персонаж, как Одри. Мощный уронщик. Вот прям супер топ, но мало кто из игроков пока еще ее раскачал на максималку. Пробный герой был очень крут, очень крут. Поэтому многим игрокам, конечно, он понравился. И вот такой вот Хеллус. Больше, конечно, подойдет для поздней игры. Ну да, начнем с наших Близнецов. Вот Близнецы, это уникальные персонажи, которые усиливают нашу команду за счет ультимейта ускорения. Вот, ускоряют реально очень-очень круто. Смотрите, 75 очков. То есть, по сути, это 75% скорости дают нашим героям. Ну и плюс, дополнительные всякие плюшечки дают эти персонажи. Что касается прокачки. Минимальная прокачка, это, ну, наверное, Лего плюс. Почему? Дело в том, что персонаж двойной. Вот, и то, что здесь сейчас вот указано 727 тысяч, да, в бою это будет не 727. Это будет где-то 1 миллион, но деленный на 2. То есть, каждый из этих товарищей получит по 500 тысяч, как бы, да. Вот, но в итоге, в итоге, получая массированный удар, здоровье будет снижаться, соответственно, в 2 раза быстрее. То есть, не 727, а 1000, вот, но массовые уроны на них воздействуют в 2 раза сильнее. Поэтому, необходимо их прокачать для выживаемости, как минимум на Лего плюс. Вот, но желательно, чтобы на каждом аккаунте был такой персонаж, хотя бы элитный плюс. То есть, фиолетовая рамочка с уголочками. Почему? Потому что эти герои также часто используются в таких локациях, как охота, да, в таких локациях, как бездна для фарма боссов. Вот, но основная специализация, конечно же, у этих персонажей, это фарм боссов. Но и в кампании их также можно использовать и в PvP локациях. Второй персонаж у нас здесь, это Альна. Альну мы должны собирать на максималку. Почему? Потому что обязательно нужно прокачивать ей набор мебели. Вот, давайте к нему сейчас перейдем. Вот, когда герой стоит на передовой, эффекты способности Зовзимы также распространяются на второго героя передней линии. То есть, мебель в любом случае нужно прокачать на 9 из 9. А чтобы это сделать, собрать героя нужно на белую рамочку. Ну и, конечно же, прокачка именного предмета также приветствуется. Поэтому героя нужно собирать на максималку, иначе эффективность его будет слабовата. Так, из остальных персонажей. Укун, допустим, хороший, можно его выкупать. Аталия также хороша. Но, опять же, их не всегда можно использовать, этих героев. Поэтому эти персонажи ситуативны. Вторая же фракция, вот, Бездна, да. Здесь больше героев, которых можно было бы использовать в различных локациях. Но первое место вообще по эффективности среди героев дополнительных фракций, вот, пожалуй, занимает Лукреция. Невероятнейший уронщик, причем с бомбическими просто эффектами. Чем быстрее будут падать наши союзники, да, в бою, тем сильнее будет становиться Лукреция на определенный промежуток времени, конечно же. Ее стоит прокачивать на максималку, то есть прокачиваем все. Именной предмет, наборы мебели, звездочку хотя бы одну, для того, чтобы активировать эффекты гравировки. Герой очень мощный. А вот теперь далее. Эзиш. Эзиша мы можем получать, выкупая из магазина. Вот, в основном, собственно, там многие игроки его и выкупают. Чуть позже разберемся, где, кого, как, когда выкупать. Какие использовать призывы для сбора тех или иных персонажей. Вот, Эзиш старый. Очень хорош тем, что дает эффект молчания. То есть персонаж, ну, не молчание, а иммунитет к использованию каких-либо вообще навыков, да, противника. Такой мощный дебаф. Причем, когда работают наши герои, активируют наши основные свои навыки, когда работает сам Эзиш, этот эффект будет активен. Плюс еще сам Эзиш обладает интересными эффектами. Но, опять же, с Эзишем какая проблема? Проблема выживаемости. Дело в том, что он хоть и является героем поддержки, как здесь написано, нагибатором, да, такое ослабление. Он еще и является героем ближнего боя. Поэтому он постоянно рвется в бой, где его могут очень-очень легко завалить. И для того, чтобы этого не произошло очень быстро, стоит прокачать его на максималку. Опять же, именной предмет прокачиваем на полную мощность. Вот другие прокачки также приветствуются. А вот такие персонажи, как Мортос, такой персонаж, как Мегира, их можно использовать буквально с одной копией. Даже так. Дело в том, что Мортос, основная его роль, это помощь нашей команде. Вот, причем, ультимейт, который будет увеличивать параметры наших союзников до конца битвы. Вот в чем особенность. Один раз ультанул, неважно, какая у него рамочка, какие у него там прокачки артефактов и так далее. Вот, все. Баф будет работать до конца боя. Поэтому, используя такого злодея даже с одной копией, можно и в компании, и на фарме боссов, вот, и в других локациях. Но, правда, допустим, для Бездны, чтобы его использовать, конечно же, нужно минимум две копии этого персонажа, то есть Элит Плюс. Вот, вход в Бездну для всех персонажей с заказом, у которых всего одна копия. То есть, начиная только с двух копий, там можно использовать героев. Также Мегира. Очень интересный персонаж, один из стареньких героев, как вы видите. Вот, еще старая школа, но до сих пор пользуется спросом. Да, прокачать ее, конечно же, нужно. Но, если у вас нет возможности или есть желание прокачивать других героев, то, конечно же, Мегиру можно отложить на потом. Достаточно всего лишь одной копии этого персонажа, дабы срабатывали хорошие бафы, вот, и дебафы на противника. Вот такая вот особенность. Повышая ее рамочку, прокачивая, мы, в принципе, получаем ее выживаемость, то есть увеличиваем. Так же, как и с Мордусом. Поэтому этих героев можно в первую очередь не качать на максимум. Но желательно, понятное дело, собирать. Еще интересные персонажи здесь, которые представлены, это, конечно же, новый Эзиш, тоже уникальный злодей, но собирать его сложно. Вот, Хазарда, стоит отметить, и Залрата. Причем, Хазард и Залрата, это персонажи больше, конечно, поздней игры, вот, которых также стоит собирать, чем я, собственно, и буду со временем заниматься. Ну, давайте перейдем в город и разберемся, где же выкупать этих героев, как их там качать, в какую очередь, главное, выкачивать этих героев. Уникальных персонажей. Итак, Таверна Знатия. Это основной наш полигон, где мы можем получить этих уникальных бойцов. Таверна Знатия. В обычных призывах мы можем встретить иногда персонажей дополнительных фракций. Вот. А пробужденные герои, новый Эзиш, новая Толена, с шансом 1 к 1000, вот, мы можем получить этого героя. То есть, каждый тысячный призыв расчетно будет выпадать такой уникальнейший персонаж. Вот. Еще у нас есть возможность, как я уже сказал, с камней получать этих героев. И есть, конечно же, астрономический зал. Так вот, использовать астрономический зал для призыва героев основных фракций, вот там, дикарей, носителей света, там, еще кого-то, там, ну, это глупо, крайне дорого. И потом, скажем так, будет плачевно, да. То есть, многие игроки даже потом начинают новую игру, дескать, все, запорол аккаунт. Втулил кучу астрокарт, вот, на выбивание каких-нибудь там шеймир, на выбивание каких-то других героев. Вот, лучше бы призывал здесь кого-нибудь другого. Итак, кого здесь призывать? В первую очередь я рекомендую призывать Лукрецию. Вот. Собираем Лукрецию на максималку. То есть, собрали хотя бы на белую рамку, но желательно, все-таки, с одной звездочки. Хотя бы на белую рамку, и потом можно переходить на второго персонажа. Второй персонаж, это, конечно же, Альна. Альна или Близнецы. Но, стоит отметить, что Близнецы нам нужны в любом случае для фарма боссов. Их, конечно же, можно брать в наемку у друзей. Но боссов много, вот, поэтому иногда приходится изменять нашу команду, да, ставить каких-то других персонажей, вот, которые у нас еще не прокачаны. Вот, и стоило бы их взять, скажем так, у друзей, да. А мы можем взять только одного наемника. Поэтому, затем уже, как только собрали Лукрецию, собираем или Альну, или Близнецов. Причем, опять же, собираем их на максималку. Вот, как Альну, так и Близнецов по возможности. Ну, можно оставить где-то хотя бы Легу плюс. Вот, это минимальное требование для фарма боссов, иначе их очень быстро выбивает. Вот такая вот особенность. После того, как вы собрали уже этих трех основных героев, можно переходить дальше. Дальше это уже будет Мегира. Дальше это может быть Хазард. Вот, или же Мортас. То есть, если у вас нет ни одной копии Мортаса, ни одной копии Мегиры, то можете их буквально по разу призвать. По разу, а то и по два, чтобы участвовать, допустим, в той же Бездне. А затем уже заняться сбором Хазарда, вот, или других персонажей. Храм Времени дает нам возможность призывать также героев дополнительных фракций, но лишь пробужденных. На данный момент это Толена, и на данный момент это Новый Эзиш. Вот такая вот особенность. Также очень дорого здесь, в этом призыве. 500 кристаллов стоит карта, но карты можно получить только покупая в магазине, или же в различных событиях мы их получаем. За прохождение, например, башни фракционной, да, для этих фракций. Или в различных событиях. То есть, очень дорогой, в принципе, призыв получается у нас на сбор этих персонажей. Вот в астрономическом зале интересный действует эффект, что каждый шестой полный разворот мы получаем персонажа. То есть, это гарант. Вот, иногда, конечно, что-то гарант не срабатывает. Некоторые игроки пишут, что нет, с седьмого раза. Но я проверял, да, у меня один раз с седьмого все-таки было. Вот, но там я, возможно, что-то пропустил. А так, да, каждый шестой раз это в любом случае выпадает. Иногда выпадает, конечно же, со второго раза, там, два раза подряд могут выпадать эти персонажи. Шанс на получение 2%, вот, основного такого персонажа, которого мы сюда выбрали. Поэтому расчетно, расчетно, каждый пятый полный разворот. То есть, расчетно получается 25 тысяч на получение одной копии героя. Согласитесь, это очень-очень дорого. И отнестись к этому призыву стоит очень серьезно. Иначе можно просто впустую слить кучу-кучу кристаллов, вот, для получения, допустим, героя основной фракции. Герой же основной фракции, вот, он призывается, так сказать, за гарант. Вот, как вы видите, в месяц выдается до шести копий возможность призвать персонажа за гарант. Гарант, конечно, открывается у нас, когда мы соберем 10 белорамочных героев. Ой, не 10, одного белорамочного героя. И, начиная вот с одной копии, будет стартовать. То есть, прокачиваем белые рамки персонажа. И будет увеличиваться количество этих самых гарантов, которых нам будут выставлять в течение месяца. Каждая звезда, это один персонаж. Вот, 10 белорамочных, это 3 будет героя в месяц. И затем уже дальше, дальше, дальше. И так до шести. Еще один интересный вопрос, да. Все ли герои Бездны и Небес сильные? Скажу так, что все герои Бездны и Небес, они, конечно же, будут сильнее, чем герои основных фракций. Ну, по общей эффективности, да, самих персонажей. Если сравнивать их с теми же, там, классами определенными, там, поддержка, там, маг и так далее. Но они очень дорогие, крайне тяжело их собрать. Поэтому многие игроки, особенно те, которые играют без доната, да, должны понимать, что собрать такого персонажа, это очень длительное время. Это очень дорого. То есть, в среднем, занимает примерно, вот, от полугода до года, вот, игры, чтобы собрать одного такого героя. Ну, конечно, смотря как мы будем тратить кристаллы. Вот, если кристаллы сразу все сливать в определенного героя, да, можно собрать и быстрее. Можно собрать, там, месяца, наверное, там, за четыре персонажа на белую рамку. Вот, во всех событиях выкупать такого героя, вот, ну, жертвуя другими призами к обмену, например. Тогда, да, тогда можно это сделать быстрее. Но, в среднем, это от полугода до года, чтобы собрать одного героя на белую рамочку, а затем еще и собрать кучу ресурсов, чтобы его прокачать. Поэтому подходите к этому делу очень-очень внимательно и с большой-большой ответственностью. Но герои, которых я назвал, являются самыми эффективными. Еще раз, давайте к этим персонажам вернемся. Вот, это, конечно же, Альна, это, конечно же, Близнецы, вот, из этих фракций небесных, да, героев. Здесь Лукреция, Эзиш, это те, которых нужно прокачать, так сказать, по максимуму для выживаемости и для разгона, то есть для высокой-высокой боевой мощи. Другие персонажи, конечно же, хороши. Но пока что они у меня отошли на второй план. То есть прокачаю тогда, когда уже выкачу основных героев и буду думать, кого следующим собирать. Но пока у меня конкретно на этом аккаунте есть желание собрать новую Толену, вот, из героев. И здесь добить все-таки Аталию. Также ее немножечко прокачать. После того, как я это все сделаю, вот, Альна, Аталия, новая Толена, скорее всего, буду выкачивать Хелуса. Хотя бы чуть-чуть. Но нужен там для некоторых локаций также. Но здесь все очень просто, да, как я уже и сказал. Докачиваю сейчас Альну и приступаю к сборке, наверное, Хазарда. Вот. Залрата я буду выкупать. Выкупаются персонажи здесь в какой последовательности? Давайте-ка зайдем в магазинчик. Так. Вот. Казармы. Здесь герои не продаются. Здесь только продаются у нас камни, да, элитные. А вот здесь уже есть такой злодейка Куку. Действительно очень-очень интересный персонаж. Где-то главы до 30-й он прям еще тащит. Потом, ну, как бы, его все эти эффекты не очень. Оверлевел на него действует крайне пагубно. Поэтому пока его не использую. Есть у меня он с хорошей прокачкой. Вот. На ПВП локациях еще некоторых тащит. Но потом уже все. Потом уже ни в какую. Здесь же у нас, смотрите, есть возможность призвать Флору. Персонаж интересный. Но также ситуативен. То есть заходит не во все команды раз. И не против всех противников два. Поэтому собрать его, конечно же, можно. Но ведь стоимость его так же, как и героев основных фракций составляет. То есть 150 тысяч. Что очень-очень удобно для сборки этого персонажа. Но по-настоящему ценным здесь является Эзиш. И именно его нужно в первую очередь выкачать на максималку. А затем уже приступать к другим персонажам. Я бы, конечно, порекомендовал, вот опираясь на свой опыт, на свои какие-то вот ошибки, выбивать именно Залрата. Потому что к поздней игре его реально не хватает. Сильный злодей. Также очень интересные пачки с ним есть. Вот можно использовать мощные команды с этим персонажем. Вот такая вот история в плане прокачек. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы? Пишите и в комментариях. И в наших соцсетях. Ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном комменте. И в описании к этому видео. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok